Второе десятилетие 21 века для России это буквально прорыв в техногенное общество. Инструменты стали, во-первых, быть, во-вторых, их стало много. Настолько много, что возникает разумный вопрос. А где все это было ранее? Где-где, да за бугром, естественно. Но нам надо было сначала буквально наесться, потом наесться, причем до тошноты драконовских кредитов, а потом понять, что надо работать руками, лучше инструментами. Но сейчас эти инструменты продаются на каждом углу. И на ком же остановить свой выбор? И ни для кого не секрет, что благодаря Китаю мы можем жить не хуже, чем в Соединенных Штатах Америки, потому что в Китае делается все. Но у Китая есть одна интересная особенность. Дело в том, что там правительство, в отличие от нашего правительства, делает все возможное, чтобы развивалось небольшое собственное производство. И кредиты халявные, в принципе, они вообще беспроцентные. Ну и люди имеют возможность экспериментировать и пробовать. Естественно, на полтора, может быть, два миллиарда китайцев количество отмороженных людей, ну, примерно такое же, как и россиян. То есть некоторые используют дешевую рабочую силу, берут чужие бренды и лепят из непонятно чего. В результате все ломается. И поэтому я бы ваше внимание обратил на сетевиков, на российских сетевиков. Они работают под марками, ну, допустим, 220 вольт. Дело в том, что 220 вольт базируется в Питере. И там идет целенаправленный закуп тока высококачественных бензоэлектроинструментов и прочей техники для дома, для работы, для зарабатывания денег. Естественно, поскольку сеть это крупнейшая в стране, то идет мониторинг и оценка потребительского спроса, а также мнение покупателей. То есть всегда сеть 220 вольт немного впереди всех. То есть все проверено, все качественно. Ну, а для того, чтобы вы поняли, что в преддверии Нового года надо покупать культиваторы, вот, скажем, что, конечно, после выборов ситуация немножко изменится. Естественно, подкорректируется курс рубля. Поскольку вся эта техника закупается, естественно, не за рубли, то цена будет подниматься. Вот, потому что никуда не деться. Иначе наша металлургия просто загнется. Вот, то есть сейчас крайне выгодно покупать вот эти культиваторы. Тем более, что здесь еще есть скидка. То есть раньше он стоил 24 тысячи, сейчас 20, да даже 19 тысяч, 7 процентов убрали. Вот, мало того, если денег вообще нет, а очень сильно хочется сделать нормальный подарок своему супругу, там, или семье, в которую вы придете, вот, можно толпой просто оформить здесь рассрочку. То есть без огромных переплат рассрочка и без первоначального взноса. Не хотелось бы говорить это слово, но сложности нам гарантированы. И как бы нас не загоняли в дорогие города, но американская мощь родилась именно в пригородах. Во время Великой депрессии, потеряв работу, многие в штатах вернулись на землю. А она, мать наша, их прокормила, прокормит и нас. Обломайтесь, госпожа Набиулина. И у меня есть такой двигатель, Bricks and Stratton. И он установлен на газонокосилке. Работает, вот, великолепно, заводится в любой момент. И из ряда вот этих мотокультиваторов он установлен на самом дешевом образце. То есть, ну, можно понять. И помощнее. То есть, последний вариант выбора у вас все-таки есть. Но для чего мы сюда пришли? В прошлой передаче мы показывали вам, как работают снегоуборщики. Дай бог, снега будет много. И абсолютно не обязательно кончать свою поясницу. Достаточно приехать сюда, в магазин 220 вольт, на стройдвор, советская 160. И вот вам снегоуборщики. Тоже техасовские. И есть и настоящая профессиональная техника. То есть, как я вам напоминал в прошлом сюжете, вы не только снимаете нагрузку с позвоночника, вы еще и зарабатываете вместе с хорошей техникой. То, без чего я не могу оставить этот материал про магнитогорский филиал сети 220 вольт, так это без пробы пера. Элементарная консультация специалиста. И любой, повторяю, любой, может сделать так же, как я. Когда я подошел к этой технике, я не понял. Оказывается, американская техника в магазине 220 вольт. Симплисити. Это снегоуборщик. Ну, для того, чтобы показать, как им работать, я первый раз попробовал пойти в первый класс. То есть, что здесь есть интересного? Ну, вы можете угол наклона изменять. Здесь 6 скоростей вперед и 2 назад. Ну, и как это работает, собственно говоря. То есть, включаем фрезы. Ну, поехали. Взяли самый неприспособленный кусок. Грубо говоря. И выгрызаемся. Так, хорошо. Теперь задняя скорость. То есть, в принципе-то, ничего сложного нет. Стоимость такой техники 30 тысяч рублей. Эта техника отработает себя, ну, пожалуй, за один снегопад. То есть, все, что надо, это небольшое желание. Сейчас подправим и приехать в сеть 220 вольт. Магнитогорский филиал располагает здесь, советская 160. И вот покушаем сугроб. Клево, да? Так. Еще немножко назад. Ну, нам же надо убрать все полностью. Так. Фрезы. И погнали. И опять назад. Теперь уже без резы. На нейтралочку. Ну, о, о, о. Субтитры сделал DimaTorzok